В России на протяжении четырех десятилетий, в третье воскресенье сентября, свой профессиональный праздник отмечают специалисты лесной отрасли. Накануне их чествовали в Тверской филармонии. Людей, призванных защищать и приумножать лесные богатства, поздравил и наш корреспондент. День работников леса — это праздник людей разных специальностей. Их объединяет одна цель — сохранить и приумножить лесные ресурсы. Впрочем, это работа не только государственных служащих. Ответственность лежит и на населении. Министр лесного хозяйства Валерий Барыжков считает, что необходимо проводить образовательные проекты среди школьников и студентов, которые помогут сформировать понятие ценности леса и природы в целом. При общеобразовательных школах созданы специальные типа кружки. Они называются «школьные ресничества», где дети уже со школьной партой знакомятся не просто с лесом, как с элементом природы, куда можно сходить отдохнуть, а именно с лесом, как элементом окружающей среды, приносящим и экологические, эстетические ценности, и промышленные ценности. Тверская область имеет богатый лесной фонд. 55% её территории, почти 5 миллионов гектаров – это лесной массив. Тверская область обладает одним из самых больших запасов лесных ресурсов по Центральному Федеральному Городу. И как раз отличается тем, что, во-первых, эти запасы используются значительно, и, во-вторых, уже в течение целого ряда лет одна из самых главных проблем с новым хозяйством. Я говорю про лесные пожары, боюсь сгландить, но решается территория Тверской области достаточно успешно. Для того, чтобы сохранить лесные запасы, Тверская область ведёт постоянную борьбу не только с пожарами, но и с незаконной вырубкой. Кроме того, одной из первостепенных задач профильного министерства является лесовосстановление. И одним из его главных элементов считается создание лесных культур. Это искусственная посадка сенецов различных пород. Так, в 2019 году при плане необходимого восстановления в 7 тысяч гектар в Верхневолжье было посажено 8,5 тысяч. Лесное хозяйство Тверской области совместно с лесопромышленниками посадило 8,5 тысяч гектар молодого леса. Если перевести это в штуки, умножьте примерно на 4 тысячи, это там под 30 миллионов саженцев, мы в этом году весной в лучшие агротехнические сроки посадили. И благодаря мастерству и ответственности тех людей, которые собрались в филармонии, сейчас в регионе налажена эффективная работа государственной лесной охраны, созданы все условия для выращивания здоровых и устойчивых лесов, развития охотничьего хозяйства, экологического туризма, других перспективных направлений. Самым ярким представителем сферы в этот день были вручены знаки отличия, благодарственные грамоты и письма от правительства Тверской области. Праздничным подарком в торжественный день стал концерт тверских исполнителей и детских творческих коллективов.